Добрый вечер, дорогие зрители! В эфире программа «Главный». И сегодня моя гостья Марьяна Дурлиштяну – экономист, финансист, дипломат, лидер партии «Закон и справедливость», государственный политический деятель. Добрый вечер. Добрый вечер и спасибо за приглашение. Спасибо, что приняли приглашение. Марьяна, я хотела бы задать сразу же, прийти к главному вопросу. Партия «Закон и справедливость» 1 июня подала документы для участия в парламентских выборах. Вы возглавляете список кандидатов. Почему именно эту партию Вы выбрали для участия? Я думаю, что, во-первых, партия «Закон и справедливость» была зарегистрирована давно. И председатель данной партии является господин Николай Алексей, генерал Николай Алексей. И я думаю, что, как все знают, это наша народная легенда по борьбе с криминальными структурами в прошлом. И, скажем так, доктрина данной политической партии очень свойственна моей душе. Потому что крестьянско-демократическая доктрина, она имеет очень конкретные ценности в жизни. Именно это семья, это инвестиции в образование, это инвестиции социальные для тех, скажем, слоев населения, которые находятся в нищете. И, конечно, с точки зрения социально-экономической модели, это больше подходит именно стране, которая имеет как цель развитие и основывается на конкретные инвестиции с поддержкой государства. А были ли у вас предложения о других партий и блоках? Да. После того, как я отказалась участвовать в процессе как кандидата на пост премьер-министра, конечно, я получила разные предложения. И я их анализировала. Но, понимаете, я не человек, который ищет такие легкие пути в жизни. Поэтому для меня было важно выбрать именно ту политическую партию. Потому что у нас очень много партий, больше, чем в Великобритании. И это как бы создает какую-то, знаете, уже токсическую ситуацию для народа. Потому что избиратель уже не знает, какая партия является левыми доктринами, какая правыми. Хотя уже и на Западе они очень сильно перемешались. То есть те консерватории, которые в Великобритании, они имеют более такую доктрину социалистическую, скажем так. Ориентированную на социальную сферу. И, как я сказала, я, в принципе, получала такие предложения. Но после анализа я приняла для себя решение, что партия «Закон» и «Справедливость» является той партией, которой я могу идти и с поддержкой господина генерала Николая Алексея. Имея в виду, что он имеет такой огромный опыт по борьбе с той криминальной структурой, которая была в 90-е годы, в 90-е, в 98-е годы. И вот я две недели нахожусь в Кишинёй, и мне очень понятно, что то, что я вижу в городе, все вот эти элитные машины, дорогие, всё такое, это, в принципе, теневой кэш, скажем так. И этот теневой кэш – это, в принципе, уже другие экономические схемы, которые под руководством белых воротничков, скажем так. То есть если в прошлом это была криминальная структура, то сейчас это всё перешло в экономические схемы, которые они управляются именно белыми воротничками. Когда я говорю «белые воротнички», это те же, скажем так, люди, которые сидят в правительстве или в парламенте. То есть политические, я не имею права обвинять никого, но понятно, что все эти схемы имеют кураторов, скажем так. Во власти? Да. А вы работали в правительстве Зинаиды Гречаны. Социалисты выдвигали вас на пост премьер-министра. Вы тесно работали с коммунистами. Почему вы не вошли в их блок? Почему решили всё-таки идти своим путём? Ну, во-первых, я, как человеческая, как персона, я принимаю решение сама после того, как я анализирую, что для меня важно. Для меня было важно само осознать, что передо мной стоит задача вызова. Вызов для того, чтобы сделать конкретные реформы в Молдове, которые в основном ориентированы на проевропейские, скажем так, видения. Я не могу сейчас сказать, я работала на самом деле и выросла в этой системе, когда был и господин Лучинский президент, когда был и господин Воронин президент. И на самом деле, как бы, даже в нынешней, скажем так, политической элите, есть много коллег, которые выросли в этой, скажем так, правительственной системе. Но решение я приняла сама пути одной, как бы, с поддержкой господина генерала Николая Алексея и с хорошей, очень хорошей командой. То есть я человек подхода к команде. Без команды никто ничего не может сделать. И я выбрала именно такую команду, которая состоит из корректных людей, которые не состояли в политических, скажем так, партиях, но которые имеют конкретные результаты, достигнутые в своей деятельности. Это начиная от учителей, врачей, юристов, адвокатов. То есть мы, на самом деле, зарегистрировались с командой в числе 56 кандидатов на пост депутатов. И подход был такой, что неважно количество, важно качество этих людей. Поэтому я думаю, что идти одним кандидатом в ЦИК, это не является табу, только потому, чтобы быть одним кандидатом. Как я уже сказала, мы выбрали качество этих людей. Это первое. Второе. Мы считаем, что 56 кандидатов в будущем это все пройдут в парламент. Это как шутка. Ну почему же шутка? Возможно быть такое? Я оптимистичный человек, поэтому я думаю, что, во-первых, этот проект для меня самой, это проект на длинный период. Это не просто, я понимаю, что нам осталось 39 дней до выборов. И время очень течет, бежит, так скажем так. Но мы после выборов проанализируем все свои ошибки, все свои подходы. И я оптимистичный человек, но в то же время я реалистично смотрю на все. Поэтому данный проект партии «Закон и справедливость» является проектом на, скажем, минимум на два мандата. То есть, если партия «Закон и справедливость» пройдет в парламент, вы планируете заниматься политикой в рамках именно этой партии? Да. И только этой партии? Ну, я не могу сказать, на данный момент это проект, который на длинное время, и не просто для этих выборов. И меня уже спрашивали, если я после выборов, даже если мы не пройдем в парламент, что я возьму свою сумочку и улечу в Лондон. Я не говорю о том, что это просто, так скажем так, упражнение своих для того, чтобы понять, подходит или не подходит. Я политику никогда не оставляла и всегда присматривалась даже на расстоянии, что творится в Молдове. Потому что я уехала из Молдовы, но моя душа, так сказать, осталась в Молдове рядом. Поэтому, несмотря где я находилась, в разных странах, в приговорах, все равно я как бы была неразлична по отношению, какая жизнь у людей в этой стране. И то, что мы уехали из страны, это, в принципе, из-за того, что на протяжении 30 лет политический класс просто вынуждал нас принять такое решение, к сожалению. Я считаю, что так как у нас в команде есть люди, которые в диаспоре, мы можем вернуть наших своих людей в страну для того, чтобы поднять страну с колен. Я думаю, что то, о чем вы говорите, очень близко многим людям, которые были вынуждены отсюда уехать, но, думаю, не по своему желанию, а именно действительно были вынуждены уехать. Которые работают за границей, но они теряют связь с Молдовой и у которых в сердце действительно Молдова. Я думаю, что для них ваша ситуация близка и ваше понимание того, что происходит, оно тоже очень близко. Все помнят ситуацию с выдвижением вас на пост премьер-министра. Я не могу обойти этот вопрос, потому что наши зрители обязательно спросят, что же я не спросила об этом и о той ситуации, которая за этим последовала. Почему так получилось? Мне бы хотелось услышать именно ваше мнение по этому поводу. Уже когда можно отойти в сторону и посмотреть на ситуацию со стороны? Во-первых, когда мне было сделано такое предложение со стороны председателя парламента господи Гречанны. И я хочу еще раз сказать, что госпожа Гречанна – это очень уважаемый человек. И для меня лично она была самым уважаемым и близким человеком. И останется всегда, потому что я свое мнение меняю перед людьми. Мы профессионалы в финансовой деятельности, работали вместе. Поэтому для меня было честь, что Зинаида Петровна мне предложила данный пост как кандидат на пост премьера Республики Молдова. И анализируя ситуацию, конечно, у меня были свои условия для того, чтобы одобрить идти дальше. И ясно, что одним из условий это было, что я… Первое – это что политическая поддержка должна была быть, скажем, мажоритарными из парламента. Я понимала, кто не будет голосовать и кто будет, но без поддержки фракции ШОР. Я лично ничего не имею перед людьми, да, то есть я людей не знаю, ну как, узнаю тех, которые сидят в парламенте. Но для меня это было принципиально, потому что все-таки я прочла несколько раз отчет Кролла и первого-второго отчета. И он находится на сайте Насбанка, да, и для меня вот очень понятно было, что произошло. И я, конечно, не была безразлична, потому что я была председателем Совета директоров в Банке деэкономии, когда я занимала должность министра финансов. И перед тем, как я уехала из страны, ну, так как мне было предложение работать в Европейском банке реконструкции и развития, мы на тот момент наняли консультанта, это BNP Paribas, это французский банк. Они пришли как консультанты для подготовки банка для экономии, а именно сделать диагностику банка для потенциальной приватизации по классическому пути. То есть классический, это через тендер, открытый тендер для того, чтобы привлечь хорошего инвестора, хорошего акционера. К сожалению, то, что произошло, ну, это просто, знаете, ну, просто не то, что не позволено, и не то, что эти люди не имели морали, это украли наши деньги, это мои деньги, ваши деньги. То есть они развалили банк, который банк был системным банком. И я могу сказать, что именно даже закон по индексации, вот на сперкнижках, если помните, да, этот закон я была, я разработала, да, еще была замминистром, то есть он был скоординирован с валютным фондом, конечно, мы находили деньги, давали эту индексацию один к одному, то есть одна тысяча рублей к одному тысячу лев вовремя, именно через банк экономии, потому что это был системный банк. Потом мы привели к казначейству, то есть пенсии, все такое. У них была просто сеть банка декономии, она была самая лучшая в стране. И вот то, что было сделано за тот привод, который, ну, господин Шор был председателем банка, я лично с ним не знакома, я не знаю его опыт, банковский опыт, но понятно, что не только он это сделал. Это было сделано, начиная от всех руководителей в правительстве, которые имели личные интересы, и это всем понятно. И были закрыты глаза, и Минфина, и Назбанк, это прямой административный инструмент, который посодействовал этому воровству. И я до сих пор не понимаю, отчет Кролла, он на сайте Назбанка столько времени, прошло 7 лет, и никого не посадили. Ну, я не знаю, активы, которые были арестованы, я так не могу понять, их продали, куда деньги пошли. Да, то есть я не могу понять, какие, например, барьеры у есть у юстиции, да, у всех прокуроров, судей, почему до сих пор никто не понес ответственность за то, что произошло с банкой декономии. Я понимаю, что за этот период были осуждены и отсидели сроки два политика, да, но, опять же, это как бы по банкой декономии это не имело отношения. А именно банка декономии, говорю, это системный был банк, это был наш государственный национальный актив. Нас просто обворовали, знаете, кроме, скажем так, всех других схем, которые прошли через Молдову. Но это, честно, просто 30 лет Молдова пришла не к нулю с точки зрения экономической ситуации, а в минус. И я могу сказать открыто, как финансист, как экономист, что просто все, что мы попытались сделать за период независимости, мы пришли опять к тому, что мы суверенное государство, но с точки зрения благополучия населения мы ничего не сделали. Мы, я говорю о том, что в этом вина и политиков, но, наверное, и электората. Потому что мы, когда даем свой голос, мы даем за то, чтобы нас представляли корректные политики, чистые политики, которые они наш голос оправдали. К сожалению, за 30 лет нам не доказали, что наш голос, да, вот, он имеет отдачу. Я не чувствую этого. Поэтому, наверное, вот это разочарование, что вот мы строим этих политиков, и власть, в принципе, это мы. Мы являемся политической властью, потому что мы отдаем голоса. И, к сожалению, за 30 лет мы не получили никакую отдачу. Скажите, а как избирателю дать им совет? Как ему выбирать, кому отдавать эту власть? Ну, я думаю, что для избирателя всегда есть выбор, да, и будут выборы на 11 июля тоже будут выборы, да. То есть просто избирателю нужно понять, насколько он разочарован, или насколько этот лимит терпения, он есть. Потому что, я говорю, я приехала, ну, я две недели здесь нахожусь, меня не было, я последний раз летала в командировку три года назад. Я могу сказать, что, ну, это просто беспредел, что здесь творится вообще. Это кроме того, что я вижу, как этот теневой кэш. За три года это еще? Еще, мне кажется, что вот то, что Плохотнюк сделал, ну, его система, потому что я могу сказать, что последние 10 лет, это его система. Он просто, это параллельно государство, которое все привыкли воровать и делать эти монополии, картельные сговоры. Все кто-то курирует какую-то схему, и люди испорчены, к сожалению. Но я не виню ни избирателя, ни людей, потому что они были вынуждены, то есть он выстроил это параллельно государство со своими очень бедными, которые про них просто забыли, да, благосостояние и все такое. И очень люди, которые, ну, как бы, он их оплачивал, и я говорю, потому что я знаю людей, которые, как бы, сами это осознают и говорят, что это было. И сейчас это все вернуть обратно, это очень тяжело. И вот я читала отчеты ООН о том, что вот через эти схемы, ну, здесь входит все, и контрабанда, и вазюня фискала, как налоговые, да, вот эти, и монополии, и вот все вот эти антимания ландеринга, да, то есть отмывание денег. Все эти схемы, они каждый год просто, ну, где-то на сумму миллиард двести лишают Молдовы этих денег. Каждый год? Это каждый год, да. И вот этот отчет четко говорит о рекомендациях и о том, что, в принципе, я посмотрела даже рекомендации, они, все наши нормативные и юридические, как бы, законы, они есть, они такие плохие, там нужно делать изменения, но просто не работают. Почему? Потому что, потому что правительство не функциональное, а правительство вообще государство не функциональное по двум причинам. Это первое, либо они не являются профессионалами, да, и у нас уже было таких, либо нет желания, а есть желание только в личный карман. То есть вот два простых видения о том, какая у нас ситуация. То есть у нас было и непрофессиональное правительство, и было то, что правительство думало только для своего кармана. И я надеюсь, что вот именно через партию закон и справедливость, как бы, вот наши цели и видения, это именно вот эти схемы поломать. И вот второе, как бы, ну, второе условие, которое я выдвигала при предложении стать кандидатом на пост премьер-министра, это было, чтобы правительство, которое под моим руководством, было техническим правительством, профессионалов, не политиков. И я могу сказать, что я уже, ну, как раз тогда был очень большой рост пандемии, то есть как бы по тысячам-то людей за день они заражались ковидом, и по 40 людей умирали. И я когда смотрела с Лондона, что вот эти люди ходят, политики ходят под всем телевидением, и только говорят о том, что да, мы хотим антич-пати, да, антич-пати, выборы преждевременные, выборы. На самом деле забыли о народе. Я 10 февраля как бы на Фейсбуке выставила, дорогие политики, давайте на антич-пати, хватит жонглировать, ну, кувец или маминур, да, то есть нашими жизнями наших людей. И, конечно, после этого они начали там меры по ковиду одно-другое. Просто издалека я как бы понимала, насколько в Великобритании были строгие, очень строгие локдауны. Я сама в карантинах, потому что летала по работе, ну, наверное, в 6 карантинах. И там не так просто, то есть это карантин, значит, это нарушил штраф. Штраф от 1000 до 5000 до 10 тысяч фунтов. То есть люди понимают, что даже если это просто решение правительства, то есть тут не нужно, чтобы парламент добрал, или там президент захотел. Нет, закон для всех, и все равны перед законом. И если вернуться к тому, что второе условие это было техническое правительство, я видел некоторых из лидеров фракций, политических фракций, говорят, говорили, что нет, политические, так бывают такие, все правительства должны быть политические. Я знаю конкретно страны, где были правительства технократов. И оно обычно делается перед, скажем, выборами, потому что, чтобы все-таки доказать, что можно сделать, провести транспарентные, корректные выборы в стране. Это условие, опять же, оно осталось только так в разговорах. И, конечно, у меня было такое, что в Министерстве внутренних дел я должна быть куратором, потому что я финансист, я понимаю, как эти схемы могут, как карточный домик, развалиться. И я нашла хороших ребят, как бы даже те, которые... Есть у нас хорошие молодования, которые проходили тренинги в разных международных организациях, и учились. Есть ОБСЕ, ребята, которые по конфликтам ведут конфликты в Нагорных Горобахе, так курируют. То есть их можно привлечь всех домой. Но желание, чтобы было, да, и политическая воля. И, конечно, вот эти условия. И третье, я хотела, на самом деле, чтобы политическая воля была очень четкая. Поддержать реформы, которые я видела, это краткосрочную программу правительственную, но конкретными реформами, которые можно было сделать. Первое, это было, конечно, условие урегулировать все проблемы с пандемией. То есть, потому что мы очнулись, что в бюджете там не было ни денег для вакцин, ни денег для тестов. До сих пор в Молдаване платят тесты, которые цена на уровне Евросоюза. Я не могу понять, и последний тест, который проходил в Лондоне, я его делала вообще в кафетерии. А у нас в Молдаве я пошла специально, это частный центр. Конечно, там вложены деньги, я не могу, это частные. И они вложили хорошие деньги. Но, знаете, мы слишком бедны для такой роскоши. А вакцины я поставила вообще в аптеке, там вот такие разделы, как бы, ну, простой, просто простой аптеке, которая тебя туда приглашает. Сзади я тоже не увидела, что там была реклама на шампуне. Чтобы многие комментируют, что я нахожусь, как бы, в этом, в фрезерии, в салоне. И там просто, самое главное, что они тебе не разрешают делать фотографии, как бы, когда ты фактически делаешь вакцин. То есть нет роскоши. И это Великобритания. И они считают, что они эти центры вакцинации делают именно по адресу, где тебе ближе вакцинируются. Мама моя вакцинирует вообще где-то там спортивный бассейн. То есть, ну, нет роскоши. А мы привыкли, вот эти, ну, как бы, частные центры, я понимаю, это за деньги, но мы в Молдаване слишком бедные для того, чтобы с нас сдирать. Потому что это бизнес. Может быть, потому что мы с нас сдирают, потому что мы слишком бедные? Ну, я думаю, что нужно начинать с менталитета. Если у нас за них менталитет поменяется, и у избирателя тоже в это время, то, конечно, многие вещи изменятся. И я хочу поблагодарить все страны, которые нам помогли с вакцином. Да, тут и Китай, и Румыния, и Россия. Все, которые, на самом деле, пандемия, она была джессонатой. Ну, правительство, нынешняя правительство справилась с этой задачей, благодаря помощи, благодаря всему. Ну, и, конечно, вот в конце я так решила, как бы, я готовила, в принципе, декларацию, exit declaration, там, выхода из этой ситуации. Ну, раньше, когда я поняла, что за моей спиной многие вещи происходят, и я поняла для себя, что меня никто не может управлять, потому что, во-первых, это тебе что говорит душа, да, и мне внутри, как бы, я поняла, что вот то, что я выдвигаю, это ничего не соблюдается. И за день до выхода, то есть 15 марта я вышла, 16, после консультации, которые происходили с президентом, конечно, постоянно в соцсетях говорила о том, что политика ведется через диалог. Это нужно сесть и обсуждать, и найти компромисс. Диалог, если нет общения, политики нет. И, как бывший посол в Великобритании, я очень много научилась всем, ну, такой элитной политической ситуации. Там намного еще нужно работать над этим, и как, ну, политики, скажем так, модерны. Современные. Современные политики, они принимают решения, обсуждают, они приходят к тому, чтобы друг друга хаять, или там какие-то, ну, такие грязные вещи. И многих из вещей, конечно, я очень фокусировалась на геополитической ситуации, которые специфичны Молдовы, потому что мы находим в таком регионе. Но самое главное, как политики должны коммуницировать между собой, несмотря на это оппозиция или правительство. Конечно, оппозиция всегда находится в той ситуации, что она должна критиковать правительственную партию. А правительственные партии, они должны приходить с конкретными мерами, не с популистическими мерами, даже перед выборами. Я понимаю, что на сегодняшний день я уже вижу, что охота на голоса, она началась после того, как выборы были уже признаны решением судебно-конституционного суда. Но сейчас они уже, эта охота выбора идет за счет популизма. Но мы к этому, наверное, придем. Да, вернемся. Поэтому мое решение было очень, так скажем, вызвано тем, что я не могу согласиться с той ситуацией, что мои условия не могут быть выполнены. Нет, не было смысла просто. Марьяна, я слушаю вас, я готовилась к программе, я видела ваш, если можно так сказать, послужной список, я видела те организации, в которых вы работали. Я понимаю те связи, которые у вас есть, в том числе с Европейским Союзом. Вы там работали, у вас есть опыт. Вы действительно менеджер современный, понимающий, что происходит не только внутри страны, но и вовне. Мне казалось, что выдвижение вас на этот пост должно было бы наоборот всех политиков объединить. Правые хотят проевропейского пути, правые хотят проевропейских решений, а левые хотят социальных решений. Мне казалось, что вы именно тот человек, который готов, понимает и знает, как, если не решить ситуацию, но хотя бы выйти на какой-то определенный уровень, хотя бы дать выдохнуть народу. Почему не произошло вот этого консенсуса? Почему не произошло вот этого объединения? Ну, я думаю, в принципе, вы правы, да, у меня был подход, что я могу быть балансом, то есть между проевропейским видением, да, и нам они нужны, особенно начиная с юстиции, и образованием, и медициной, и, скажем, заканчивая реформой местных органов, административных органов. И с точки зрения социальных, конечно, мы должны уйти от этой бедности, да, то есть я сторонник, что человек должен быть в благосостоянии, и мы должны, мы, вот мой возраст, уже молодежь, это зависит, как мы их будем воспитывать, сколько мы будем инвестировать в их образование, они должны обеспечить наших пенсионеров, потому что пенсионеры сегодня, на самом деле, они забыты. И если мы, я приведу один пример, если мы были бы частью международной конвенции по труду, я знаю, что Румыния, Россия, они являются, ну, как бы они подписали такую конвенцию, где условие, что минимальная пенсия, она должна быть на уровне 40% от средней зарплаты по экономике. То есть если у нас сегодня 8000 леев, сегодня я видела, что увеличилось немножко, 8300, по-моему, то 40% от минимальной пенсии, она должна быть на уровне 3200, а у нас минимальная пенсия, по-моему, 1100 и средняя 1900. То есть мы вообще-то, вот, если взять просто расчеты, она состоит 20% от того, что, в принципе, человек должен был получить. Но мы, я надеюсь, что Молдова встанет, подпишется под такую конвенцию. Это не делается за одну ночь, за 24 часа. Это нужно иметь конкретную программу, это нужно иметь конкретное, как бы, видение, как это произойдет, потому что, к сожалению, на сегодняшний день Молдова, один работник содержит в экономике одного бюджетника, одного пенсионера. То есть двоих, это нигде в мире не происходит. А мы, кроме этого, мы давим на этого бизнесмена, который он берет работника, да, и еще, как бы, ну и в пандемии не говорю о том, что вообще никакой поддержки, да, стимулентов мы не давали финансово со стороны государства, но там были, я не могу сказать, что там были фискальные льготы, одно, другое, но мы должны понять, как мы будем пенсионную систему поддерживать, и мы должны прийти к этому уровню. Я не говорю, что за 24 часа, за год. Это к этому нужно стремиться, и эту цель нужно поставить, потому что от благо состояния, скажем так, пенсионеров и вообще пожилых людей, мы же в той категории уже двигаемся, да. То есть я реалистично смотрю на то, что один работник, чтобы содерживал двоих людей, это не выход из ситуации, поэтому мы должны создавать рабочие места, мы должны платить хорошие зарплаты для того, чтобы поддержать вот эту категорию населения. Я уже не говорю о тех пенсиях, которые для инвалидов, которые не просто, сегодня я смотрела статистику, это, ну, 10 фунтов, инвалид третьей категории 500 леев, это, что куда-то, ну, вообще, где-то слышно, даже, по-моему, 10, ну, во всяком случае, да. Марьяна, я хотела бы задать вопрос, а каким образом, каков механизм расчета пенсии на сегодняшний день в Молдове, на чем он основывается? Ну, я хотела бы, чтобы вы ответили на этот вопрос после рекламы. А вот на этой интересной ноте мы прервемся. Реклама на 21-м канале. Оставайтесь с нами. Все самое главное впереди. А я напоминаю, что в эфире программа «Главный» и моя сегодняшняя гостья – Марьяна Дурлиштяна. Марьяна, давайте вернемся к вопросу об индексации пенсии. Каков механизм? Почему пенсия именно такая, а не, вот, как вы говорите, по международной конвенции не 40% от средней зарплаты? Почему она у нас такая? Как она высчитывается? Кто решает это? Ну, во-первых, конечно, это, скажем так, расчет ведется от возможностей, да, бюджетных возможностей. К сожалению, у нас госбюджет датирует социальную сферу, да, то есть из госбюджета направляется в КНАССе деньги больше, чем КНАСС собирает. И это именно из-за того, что я вам говорила, что один работник содержит дух людей одного бюджета, одного пенсионера. Но быть покороче, она, во-первых, привязана к коже минимуму, то есть к потребительской корзине, которая на сегодняшний день где-то 2800. То есть у нас даже вот эта средняя, 1900, она не имеет, немножко не доходит до минимальной корзины потребления. То нужно смотреть. В сельских населениях это одна корзина потребления, в городе другая, да. Это те же энергоресурсы оплата, да, это еда минимальная. То есть от этого как бы происходят расчеты по пенсиям. Но, как я уже сказала, я знаю, что и политическая воля, она привязана к этим возможностям. Индексация, она происходит обычно по решению политиков, либо два раза в год, она привязана вот именно к инфляции. Я скажу так, что в Молдавии в прошлом году инфляция была на очень низком уровне, 0,45%. То есть сейчас первые пять месяцев, посмотрела, что она уже начала расти. А с чем это связано? Ну, во-первых, глобальная инфляция, она начала стучаться к нам. Это глобально. То есть это начиная с Соединенных Штатов, то есть в Китае и в Европе. Это связано с тем, что при пандемии все страны решили дать деньги, то есть печатать деньги. Ясно, мы доллары не печатаем, но Соединенные Штаты, например, направил на поддержку людей в экономику 3 триллиона долларов. 3 триллиона долларов, это, во-первых, они компенсировали всех этих людей, которые потеряли рабочие места, они компенсировали бизнес на протяжении пандемии. В Великобритании, например, все вот эти маленькие именно туристические компании, рестораны, хорека и все, что связано с салонами. То есть маленький и средний бизнес, они получали 80% от государства, как доходы, ну, утерянные доходы. Это на протяжении всей пандемии они получают до сентября. И я вот спрашивала, как бы, ну, маленьких бизнесов, как это работало. Конечно, это сразу деньги из государства, сразу на счет. Вот если там, ну, не на компанию самой, а на счет работника. И ясно, что сидя дома, вот три локдауна мы проходили через Великобританию. Народ не выходил, соблюдал и условия, но в то же время бизнесы не были уничтожены, бизнесы были поддержаны. И здесь я хочу сказать, что, как бы, Евросоюз тоже сейчас принял решение. Там есть специальная программа, она была принята в ноябре 2020 года, она называется Next Generation EU, дать 750 миллиардов евро для поддержки стран в Европе. Из этого пакета, вот, то, что ЕС одобрила, ну, скажем так, мы, наверное, обсудим позже, 600 миллионов были выделены Молдове, за которых, как бы, да, но он, это решение было принято в ноябре 2020 года. В ноябре 2020 года, то есть 600 миллионов, которые обещают республики Молдова, это не какие-то договоренности, а это огромное количество денег, которое выделено на поддержку многих стран, в том числе в этот список и попало Молдова. Этот проект, программа Next Generation EU, она является на 2021 год, то есть 2021 год, 2027 год, для всех стран Европы. К сожалению, Молдова является, она является европейской страной, она самая бедная, к сожалению, да. И этот 600 миллионов, она является частью вот этой программы. То есть это не заслуги кого-то. Это не заслуги ни одного политика. Ну, скажем так, ни бывшего президента, ни нынешнего президента, ни будущего. Ну, мы должны понять, что эти деньги сегодня не придут. То есть для этого должно быть функциональное правительство, корректное правительство, чтобы понять, какие проекты под это. То есть там есть проекты конкретные и цели. А скажите, когда в стране такая ситуация, в том числе и с правительством, да, кто будет распоряжаться этими деньгами? И будет ли это эффективно? Ну, во-первых, у нас нефункциональное правительство, потому что они имеют полномочия, да. Во-вторых, я вам должна сказать из опыта с международными организациями, я была, работала в международном банке, в Европейском банке реконструкции развития, эти деньги будут выделены, когда будет функциональное правительство. То есть они завтра не появятся. И это нужно понять, что то правительство либо должно быть профессионалами, и деньги должны идти по целям и до конечного потребителя. А если эти деньги будут опять на воровство, то это, конечно, ну, я не знаю, если у Молдовы есть шансы, не знаю, на будущее. Я надеюсь, что эти деньги пойдут целевым путем, так как было говорено на менеджмент публичных финансов, на борьбу с коррупцией, на борьбу, скажем, с реформами в юстициях и другие. Тоже бы хотелось дополнить, что мы можем проявлять и деньги не только под этим пакетом Евросоюза, а на двухсторонней основе. И это, в принципе, через программу «Компакт-2». «Компакт-1» – это была программа, выделена Соединенными Штатами, где-то в сумме 260 миллионов. Это «Компакт-Молдова» проект, да? Да, 260 миллионов долларов. Они были на дороге, использованы и на ирригейшн, ирригацию. Да, водоснабжение. Водоснабжение. Сейчас из-за того, что наша стратегия, национальная стратегия по борьбе с коррупцией, которая была одобрена бывшими правительствами на 2017 год и до 2020, к сожалению, мы отстали от исполнения своих обязательств по данной стратегии. Именно там есть такой индикатор контролу коррупции, то есть контролировать коррупцию. И меры, которые были оговорены и вложены в этой стратегии, которые мы согласились и поддержали, что мы будем это делать, они отстали. То есть они не были выполнены, поэтому мы сейчас в таком риске, что мы не можем привлечь дополнительно еще минимум 100 миллионов. Минимум 100 миллионов – это не кредит, это просто помощь. Это помощь, да. Вот в этом проекте «Компакт-Молдова», да? Да, то есть это минимум. То есть мы можем еще больше поднять, потому что… Это при том, что фермеры кричат о том, что ирригационная система просто выходит из строя, мы столкнулись с засухой. Это при том, что мы говорим, что у нас качество воды соответствующее, и врачи-инфекционисты говорят о вспышках гепатита и бог знает еще чего. Мы вот так относимся к деньгам, которые нам дают на… Я могу сказать, что это из-за того, что политический класс не может еще отказаться от тех личных интересов. И вот эти меры, которые не были заложены… А разве это не личный интерес? Чтобы в стране было лучше? Я думаю, что эти интересы именно для людей, и вот то, что на сегодняшний день эти меры, которые были согласованы, одобрены, не исполнены, ну, наверное, из-за того, что эти люди участники этой каракатицы, скажем, да, вот коррупционной каракатицы. С этим нужно бороться, и я вам скажу, что кроме этих 600 миллионов евро, которые под данной программой, ну, на двухстороннем вот Соединенные Штаты есть, мы можем привлечь деньги в Великобритании, мы можем деньги привлечь в Голландию, то есть много-много проектов, я думаю, больше миллиарда мы можем привлечь на последующее развитие. Больше миллиарда мы можем привлечь в страну на развитие? Я думаю, что да, с международными финансовыми организациями, как и БРР, как Мировой банк, как и Банк инвестиционный международный, как бы разные корпорации, то есть все международные финансовые организации, мы должны просто их разделить. У меня есть подготовленная программа правительственная для нашей партии, конкретно и по времени, и по деньгам. Правительственная программа, я правильно понимаю? Да, да, ну она как бы так для нас внутренне, мы когда будем идти к избирателю, у нас будет не популизм, а конкретная мера. И вот к этому, скажем, кроме внешних источников, мы должны думать об этом украденном миллиарде двести. То есть если мы еще в это поломаем все схемы, то есть у нас два миллиарда есть на то, чтобы мы развивались, на то, чтобы мы устроили это благосостояние для наших людей, для того, чтобы мы инвестировали в молодежь. Потому что то, что я вижу сейчас, ну, молодежь, как бы, ну, вообще мы забыли про нее, а от них зависит наша старость, скажем так. Я сама очень сторонник инвестиций в детях, и для меня это было самое большое богатство – инвестировать в образование своих детей. Я не буду приставать от этой мысли, потому что это наше будущее. Наши зрители не знают, но когда мы готовились к программе, многие политики приходят сюда, я, конечно, и у меня в том числе тоже есть телефон, здесь лежит он. Мне понравилось, как вы сказали. Мне должны написать мои дети. И я понимаю, что то, что вы говорите, не расходится по факту с действиями. Марьяна, Маргарет Тэтчер говорила, что она дочь бокалейщика. И что это научило ее считать? Когда она пришла к власти, страна находилась в таком же, ну, не в таком же, но, скажем так, похожем экономическом социальном кризисе, немногие знают, что в тот момент в Великобритании детям выдавали молоко в школах бесплатно, как у нас, и это был порой единственный завтрак для детей. Скажите, пожалуйста, способна ли в Молдову выйти из схожей ситуации? Ну, наверняка это зависит от политической воли. Я, как экономист и насиста, считаю, что она должна выйти из этой ситуации, должна, потому что от этого зависит будущее нашего поколения. И Молдово – это суверенное государство, которое должно все-таки, я думаю, что уже время взяться за дело, скажем так, как финансисты, как экономист. Да, Маргарет Тэтчер, на самом деле, сделал очень много экономических реформ и очень много поменяла в экономике Великобритании. В нашей стране, конечно, это совсем другие реалитеты, но даже с едой для детей, я вам скажу так, что мне сказали, вот, ну, тоже люди, которые имеют детей, что вот там, скажем, первоклашек кормят бесплатно, а после первоклашек их не кормят. Зачем разделять детей вообще? Кто делит вообще кормить, не кормить? Это неправильный подход. То есть политики должны понимать, что дети равны, несмотря ни по этнически, ни по языкам, ни по всем, они являются нашим будущим. И для них нужно смотреть с точки зрения, чтобы они были здоровыми. Здоровье не покупать, образование не покупать. Вот эти две инвестиции – здоровых детей и образованных. Это наше будущее. И для этого наша партия думает о том, как открыть вот этот менталитет нашего государства. И, конечно, открыть этот менталитет, все зависит еще, как проголосует избиратель 11 июля 2021 года. Я, когда решилась войти в политику, хотя у меня все равно были предложения раньше, и я очень слежу и за глобальной политикой, и региональной, поняла, что все-таки от нас все зависит. Хотим мы и не хотим. Если мы хотим терпеть дальше воровство и вот так делить детей, кормить, не кормить, давать молоко бесплатно, либо платно, то, конечно, мы далеко не дойдем. Экономика не область для демагоги, а область умения считать. По-моему, мне, может быть, я ошибаюсь, но мне всегда казалось, что в экономисты идут люди, которые получают хорошие отметки по математике. А что еще нужно для того, чтобы экономика страны была эффективной? Ну, во-первых, давайте вот так я скажу, что первоначально после этой пандемии, любое правительство, которое придет, они должны думать именно о поддержке бизнеса. Бизнес кормит всех бюджетников и нас, которые мы являемся политиками. Мы должны обосновать тот голос избирателя, что мы оправдаем этот голос. Поэтому у нас конкретные меры именно по поддержке бизнеса всех секторов. и я могу сказать, что мы должны одобрить или предлагаю, как предложение для будущего, сделать схему государственной помощи по требованиям Евросоюза, то есть по условиям Евросоюза. Такая схема есть в странах Евросоюза, включая в Румынии. Я лично участвовала в процессе, в котором пандемия до того, как бы, ну, именно индустрию, нефтяной бизнес, как бы, охватил негативно, да, потому что все самолеты, ну, были, не летали. Вы понимаете, что эти все локдауны привели к тому, что падение спроса на бензин и дизель. И как участник я имею опыт именно по этим государственным схемам для поддержки бизнеса. Это не бесплатные деньги, это не понимается под этим. Но государство должно дать, скажем так, кредит там на семь лет, четыре года, льготный кредит, привод, чтобы бизнес смог прийти в себя. И, конечно, процентная ставка, она должна быть, ну, рыночной, но не такой, который у нас сегодня на рынке, да, в банковской системе. И я думаю, что таким путем, как бы, мы поможем компаниям иметь какой-то, ну, вот, ту ликвидность необходимую для восстановления, для того, чтобы они пришли в себя. Отрасли хорейки и туризма, и малых предприятий, которые, ну, они пострадали 80%, да, по своим доходам, они просто потеряли свой бизнес, который наверняка его тяжело вернуть. Здесь нужны помощи разные и включая субсидии. То есть есть специальные механизмы, которые мы должны их просто ориентировать на поддержку бизнеса. И, конечно, вот я сторонник того, чтобы мы поддержали сельскохозяйственный сектор, потому что все-таки мы аграрная страна, и мы должны есть свои продукты, потому что вкус помидор молдавских и вкус помидор в Англии или там, даже тех, ну, турецких не говорю, потому что я их не кушаю. Они должны, вот наши помидоры должны заместить этот импорт, да. Просто мы должны их поддержать. Вот сельскохозяйственный рынок должен иметь поддержку со стороны государства для того, чтобы, ну, вот этот импорт, скажем, да, он дешевле, те помидоры дешевле, но они некачественные. И я уверена, что наши, скажем так, наши люди знают, как выращивать биопомидоры, да, вот я сторонник вообще экологической еды. И я уверена, что вот для этого нам нужно их поддержать и это развивать. И это, конечно, скажем так, нужно их, это учеба всех людей того, чтобы есть здоровую пищу, а не то, что дешевая. Но для этого нужно, конечно, чтобы привести к этим ценам и конкурировать, нужно поддержать нашего производителя. Я не говорю о том, что мы сможем весь импорт заместить, то есть, ну, заместить своими продуктами, но то, что мы можем, а то именно по сельскохозяйственной продукции, я думаю, что это имеет приоритет. Я готовилась к программе, и раз уж мы заговорили о Маргарете Тэтчере, у него было такое высказывание, что о том, что страна, не обладающая полезными ископаемыми, тоже может быть богатой, преуспевающей и влиятельной в мировом геополитическом пространстве. Вы с ней согласны? Полностью, потому что Молдова, например, не имеет ни энергоресурсов, ни ископаемых ресурсов, но Молдова имеет умных, хороших людей. И, к сожалению, мы экспортируем своих людей. И это здесь, я касаюсь именно информационных технологий. Мы растем, мы вкладываем своих детях, и, к сожалению, эти мозги, они идут на экспорт. Извините, что я так говорю, но это на самом деле так и есть. Много хороших ребят, которые работают в эти компании, включая Великобританию, но в Румынии, в Соединенные Штаты. И я думаю, что если мы сделаем конкретные, во-первых, у нас экономические зоны есть, которые нам позволяют делать какие-то именно конкретные парки по индустриализации страны, по технологиям, по разным, скажем, тем технологиям, которые они уже являются передовыми, наши люди это могут сделать здесь. И не обязательно иметь нефть, либо сидеть на золоте. Потому что человеческий ум, по-моему, он является выше, чем любой, скажем, баррель нефти, который… Ну, это, конечно, дает секретарь и национал, так вот, если была бы нефть, то, конечно, мы жили бы поспокойнее, скажем так. Но нет у нас нефти. У нас есть люди, и у нас есть умные люди. И, к сожалению, у нас очень много, скажем, образованных людей, которые являются за рубежом, несмотря на Западе или в России. И мы должны делать все возможное, чтобы их привлечь обратно. Вы правы. Скажите, ведь вся эта система, которая сейчас выстроена, которая за все эти 8-10 лет, она уже стабильная, выстроенная. Я слышу у вас человека, который говорит о том, что нужно работать. Я понимаю, что нужно не говорить, а нужно работать. И я понимаю, что у вас есть эффективный и позитивный опыт работы, да. Как думаете, если вам удастся прийти во власть, выиграть, попасть в парламент, вы наверняка столкнётесь с сопротивлением этой системы, потому что вы её предлагаете менять. Вы готовы к этому сопротивлению? Ну, я сторонник принятия вызовов существующих. И когда я понимаю, какой вызов передо мной стоит, как профессионал или как человек, потому что есть и личные вызовы тоже в жизни, и это не избежать, то я анализирую, ставлю конкретные цели. Или как этот вызов должен быть преодолён, а цель должна быть достигнута. И окончательный результат, конечно, после окончания результата, это, наверное, самое такое, скажем, удовольствие душевное для того, что всё-таки смогли. Да, вот смогли достичь. И работая в международной мультинациональной компании, конечно, такие вызовы, когда компания находится в убытках больших, да, и ты ставишь цель вывести компанию на плюс, должны сбалансировать, да, какие приоритеты, как эти приоритеты стоят с точки зрения времени и денег. Поэтому я базируюсь на том, что вот то, что я говорю, что для нашей партии закон и справедливость, я структурирую меры с точки зрения реальности и по времени, и по деньгам, по источникам. То есть это будут гранты, это будет двусторонняя, скажем так, помощь, будут кредиты от ворованного миллиарда двести, которые из схем, сколько могут прийти. Это, конечно, не сразу, но я смотрю целевое направление по времени. Что касается, вот если будут вот такие обстаклы, да, ну просто у меня будут барьеры со стороны других, скажем, коллег, то я думаю, через путь диалога и без популизма, потому что, ну, нет времени на популизм, нужно делать вещи. Потому что вот эти обсуждения, мне кажется, уже для избирателя, по-моему, мы их и так интоксикировали, или не знаю, как правильно сказать на русском. Эта интоксикация, она слишком глубокая. Хватит, я просто говорю, хватит, давайте за дело возьмемся. Просто за дело нужно взяться. Вы возглавляли и работали на посту финансового менеджера казахстанской нефтегазовой корпорации. Чистая прибыль компании в прошлом году оценивается в сумму более 80 миллионов долларов. Это было прибыль 80 миллионов долларов в 2017 году. В прошлом году компания была в минусе из-за нефтяной, так сказать, ситуации на международных рынках, из-за того, что котировки на нефть упали. Но я не войду в эту область. То есть 80 миллионов, когда она была, мы ее достигли в 2017 году, я присоединилась к компании в 2012, на самом деле компания была в убытках, минус больше, чем 200 миллионов долларов, и мы за 4 года привели компанию к плюс 80 миллионов. Долг, когда я присоединилась к компании и на посту финансового директора и вице-президента компании по финансовым проблемам и рискам, долг был на уровне 1,3 миллиарда. Оборотная цифра, то есть баловый поток был на уровне 17-15 миллиардов долларов. И, конечно, в 2017, когда мы достигли и в 2018 подняли компанию на прибыль, долг был на уровне 300 миллионов. То есть мы уменьшили в 4 раза этот долг. И я очень горжусь тем, что те цели, которые были поставлены мной как руководителем, топ-менеджером этой компании, а именно уменьшить долг с 1,3 миллиарда на 300 миллионов, вывести компанию из убытков больше, чем 200 миллионов на прибыль плюс 80 миллионов и заплатить, оплатить дивиденд акционеров в первый раз после покупки со стороны казахстанского акционера. Это все произошло, когда, ну, вот этот период. Поэтому... Я так понимаю, что Молдове очень не повезло, что не выбрали вас премьер-министров и вы сняли свою кандидатуру. Ну, я думаю, что все впереди. И самое главное, чтобы в будущем парламенте мы не пришли к нулю. А я себе называю ситуацию ноль. Когда если вот этот хибрид марридж, бракосочетание хибридное будет какое-то непонятное. Если мы придем к этому результату, то, конечно, это будет обидно за то, что избиратель опять пострадает. Но я надеюсь, что на политическую, скажем так, новые людей, которые путем диалога, путем консультации, они смогут прийти к тому, чтобы избиратель и наши люди не пострадали. Нет времени для того, чтобы уже их... Из разговора с вами у меня только возникает один вопрос. Я не могу понять, почему партия Майя Санду и Майя Санда не поддержала вас. Потому что, ну, бороться против коррупции, да, вы знаете, как это делать. Мало того, вы понимаете, как коррупционная схема финансовая... Я хотела делать это изнутри правительства. Да, как финансовая коррупционная схема построена, знаете. Я так понимаю, из разговора с вами, по крайней мере, мне это кажется, я не финансист, не экономист, тем более не во власти, мне сложно судить. Но тем не менее, как человеку, который любит сопоставлять какие-то факты и все-таки занимается научной деятельностью, мне кажется, что то, о чем вы говорите, у меня появляется какая-то уверенность, что мы сможем разобраться с кражей миллиарда и понять, наконец, и найти тех виновных, действительно виновных, которые в этом участвуют. Вы только что произнесли про миллиард двести, которые каждый год уходят из страны, которые можно вернуть. И когда я задаю вопрос, откуда же взять деньги, я теперь понимаю, откуда их можно действительно взять и откуда они появятся. Я понимаю, что есть международные проекты, которые сюда придут. И у вас есть опыт в этом работе. Я только одного не могу понять. Почему не случилось это, и как вы только что сказали на английском языке, гибридного менеджмента или той самой свадьбы, почему не срослось? Ну, я не могу ответить на ваш вопрос, потому что все-таки, наверное, госпожа Санду может ответить на это. Я обязательно задам ей этот вопрос, если она будет сидеть в этой студии. Обязательно. Мне очень хочется услышать ответ. Ну, у меня нет ответа на этот вопрос. Самое главное, чтобы мы после этих выборов не пришли обратно к точке ноль. Вы как-то очень эмоционально объясняли свое снятие своей кандидатуры. Это действительно было эмоционально, я читала. И вы сказали, что помимо политического, экономического кризиса, есть еще и моральный кризис. Именно для нашей политической элиты. Я даже не знаю, если подназвать ее элитой, я не хочу никого обидеть, но наш политический класс, у них с моралью плохо. Потому что на протяжении 30 лет мы привели народ к такому состоянию, что просто обидно. Обидно за то, что все-таки сейчас опять нужно взяться за дело, как я говорю, но срочно. И вот эта мораль, то, что они, чертатку морала, то есть они просто, я не знаю, как по-русски, вы меня извините, приводят к тому, что тяжело их уже слышать и видеть. Да, вот именно тех политиков, которые до сих пор играли под режимы в плыве охотника, а сегодня они выдаются очень корректными людьми. Знаю, что пять лет они руководили государством, правительством. Да, то есть те, которые сидели в парламенте, там, и сейчас все пытаются нам сказать, что они делали дороги, ирегацию и все такое. Да, я не говорю, что, может быть, они не делали эти инвестиции, но они забыли про народ. У нас просто среднего класса не существует. У нас есть очень бедные, которые никто на них не смотрит. Очень, ну, не богаты для Молдовы, это богатые люди, которые эти деньги заработаны, скажем, не путем труда, или бизнесом, или умом, а именно через схему. Марина, я не помню, я смотрела какой-то фильм, очень старый, по-моему, не могу сказать название этого фильма, и там хозяин семейства рассказывал, как он старается для семейства, что он вот это делает и это делает. И знаете, такой крупный план с него, который переходит на его семью, да, и на его дом. И вот эти вот дети, мала-меньше, да, которые такие, вот они такие ободранные, да, там, раздетые. Извините, я просто уже... Нет, ну, это просто, знаете, вот это, когда ребенок такой вот так вот делает, знаете, и это вот все показывает и жену. То есть говорить можно много. И я думаю, что молдавское общество долгое время верило в разговоры. Но вот по факту вот что есть, и вот что вы говорите. Я думаю, что, может быть, с одной стороны, это учит людей от той ответственности, которая у них должна быть при выборе. Знаете, женщинам всегда говорят, что у нее есть право выбора. Она выбирает, с кем ей жить. Вот мне кажется, народ должен понимать, с кем ему жить. Ну, я вам сказала, что народ должен понять, насколько он еще готов терпеть. Да, и это то же самое, когда женщина выбирает, выходить замуж или нет. Но сам избиратель, он должен понять, где точка. Если избиратель все-таки еще ведется на том, что его можно купить только за то, что он проголосует 11 июля, не знаю, за кого, то это очень жалко, что мы опять пришли к таким инструментам. И я не одобряю... Я скажу вам так, что вот те бюджеты, которые я слышала за две недели от людей, что и от политических, скажем, ну, было в прессе, то, что я считаю, меня пугает. Потому что для такой бедной страны говорить о таких больших деньгах для выборов, это просто не то, что с моралью. Они, да, у них нет морали. Это просто, ну, наверное, нужно обосновать, откуда эти деньги. И у этих богатых людей, если они не могут доказать, что их дома, активы, машины, они сделаны официально, да, заработанными деньгами, их нужно конфискацию делать. То есть это все должно просто... И я думаю, что мы придем к этому, что мы примем закон о том, что если человек не может доказать, что этот актив был куплен, там, не знаю, на свекровь, на дочку, и он не соответствует тем доходам, которые он получил, то это реальная конфискация должна быть. Как в европейских странах. Я скажу так, что я, как бы, каждый год подаю декларацию по всем своим доходам из разных деятельностей, то есть не только просто доход, налог на зарплату, да, а по всем, дивиденды, активы, за рубежом, не за рубежом, то есть все это должно быть. Конечно, для этого нужен такой, знаете, воспитательный процесс, чтобы люди пришли к такому менталитету, поняли, что для того, чтобы спать спокойно, не стоит прятать ничего, но это заработанные деньги. К сожалению, в Молдове то, что я вижу, опять же, этот, так сказать, черный кэш, это не заработанные деньги, это наши ворованные деньги. И тех, которым мы из-за рубежа отправляли деньги, этот миллиард из денег, заработанных молдаванам, для наших семей, поддержать их здесь на плаву. И это история успеха? Ну, к сожалению, история успеха, она нас привела к тому, что мы свой кредитный рейтинг на финансовых рынках тяжело поправим. Я не говорю о том, чтобы сейчас выходить на рынки, выпускать евробанды или там частных инвесторов. Сейчас нужно доказать, что при стабильном профессиональном правительстве привлечь этих инвесторов, но из-за того, что краденый миллиард, он нам такую рекламу сделал, да, ну, по всем, глобально, по всем странам, что мы тяжело приведем Молдову к чистке, скажем, да, в той Молдове чистой, которую я надеюсь, что все-таки правительство в будущее сможет доказать и международным организациям и инвесторам, что Молдова может быть и чистой, и имеет порядочных людей, и все реформы, которые будут сделаны, они будут сделаны именно правильно, и те деньги, которые Евросоюз, и я, как бы, поддерживаю эту помощь, которая, она безвозмездна со стороны всех, и Евросоюза, и двухсторонних стран, и здесь, и США, и, скажем так, я уже назвала несколько стран, и в контексте, что у нас жить хорошо с соседями, и с Румынией, и с Украиной, и с Россией, то есть можно этот баланс иметь и с точки зрения финансового, и с точки зрения для того, чтобы эти все финансы ушли на благосостояние людей, и не в личный карман. При каких условиях? Какие? Вот хотя бы, не знаю, пять условий, при которых то, о чем вы говорите, действительно будет реализовано, и оно действительно возможно? Ну, я представляла еще эти пять условий, вот пять целей, которые, ну, я их делала в Лондоне, то есть и, как бы, у меня до сих пор поддержка с людьми, которые работают, работали в BBC, и эти основные цели, они, во-первых, первое, это основа на том, что перед законом все равны. Закон не существует для дурлиштян, или для вас, или для не знаю кого, перед законом все равны, и те, которые нарушают закон, они должны отвечать согласно законодательству. И я уже, как бы, говорила о том, что вот именно через вот такие меры, как декларации, как изменение законодательства, если люди не могут обосновать свои активы, купленные активы, и эти активы не соответствуют доходам, то за это нужно отвечать. Конечно, это нужно присмотреть, во-первых, фундаментально подход всех наших, нашей юридической системы, начиная от прокуроров, судей, ЧНИА, АНИ, всех структур, которые они имеют отношение и к этому миллиарду 200, и к украденному миллиарду, и к тому, как принимаются решения вот этими людьми. То есть здесь я вижу такую диагностику с точки зрения профессионалами для того, чтобы почистить систему. Это основное, это юстиция. Второе, конечно, это цель, это новая, скажем так, подход к государственному управлению. И здесь я, когда говорю о государственном управлении, это и на центральном уровне, и на местном уровне. На центральном уровне мы должны понять, что сегодняшние как бы министерства, насколько они эффективны, насколько они профессиональны, и насколько они политически связаны. Потому что та же агентство по госзакупкам, я смотрела у них системно-закупочный сайт, но, наверное, лучше, чем в Европе, но она не работает, потому что тендера по телефонам, указания по телефонам. Когда у нас это исчезнет, тогда ясно, что будет справедливость. А я хочу справедливости, да, чтобы знали, четко и понятно, что все те компании, которые участвуют, они не могут выиграть тендеры, используя политиков. Они используют политику. Я, честно, видела, когда один тендер был выигран из-за того, что другой конкурент сдал цену на 0,03 баня ниже. Это здесь в Молдове происходит, что, по-моему, даже в этом году, в начале или в прошлом, не помню. То есть это только пример. По местным властям, конечно, мы должны понять, насколько эти местные власти, они эффективны. Опять же, их, та же политическая элита, она их привлекает в предвыборный период. И сейчас не хочу никакой партии делать рекламу, но когда хвастается, что там у них 2300 советников местных, потом 200, чем в районах, 170, ну, примарий. И вот такие цифры – это же стоит денег. Эти деньги должны не на аппаратчиков, потому что они там эффективность… Я не осуждаю людей, это рабочие места в территориях, но они привлечены только в предвыборных компаниях. А стоимость вот этого аппарата местного выросла на 42% по сравнению, да, вот за последние 10 лет, поэтому там четко нужно понять, насколько нам нужно, по-моему, 860 или 880 примаров, я не помню, но в этом пределе примаров в местных органах. И, конечно, здесь должен быть подход деньги, эффективность, отдача для населения. Потому что если все лет… А, неодержированность какой-то… Ну, 20 семей, и там примар на 20 семей, да. Мы же понимаем, я ездила в районах, ну, наша страна, она не имеет народа в регионах, то есть, если в районах еще можно увидеть, то в селе, я не говорю о детях, то есть, нам нужно подумать, как поднять демографию и как эффективно управлять вот этими населениями. Потому что держать примара ради примара, я не вижу смысла. Я понимаю, что в таких бедных странах, как Молдова, все важны. И он начальник. Но давайте мы посмотрим на меньше начальника, а на больше того, чтобы поддержать производителя. И те, которые могут что-то сделать. Их лучше обучить и отправить в бизнес, и помочь им сделать какой-то бизнес. Семейный бизнес. И я здесь говорю о том, что даже деньги диаспоры, они должны быть привлечены для содержания своих семей, но с поддержкой государства, для того, чтобы эти семьи делали себе бизнес и понимали, что у них кроме пенсии у них есть еще доход. А не так покупать, потому что все деньги наши, скажем так, из-за рубежа, они идут в Национальный банк для поддержки валютных резервов, которые в прошлом месяце были на уровне 3 миллиарда 800. Это больше, чем 3 месяца импорта, который обычно страна пытается им держать такой уровень. И в конце из-за этих резервов миллиард был украден. То есть это просто криминальное, просто то, что произошло в Молдове. Но я не знаю, почему до сих пор именно по сворованному миллиарду никто не сидит. У меня знакомые, друзья семьи, они уехали и довольно-таки успешно работали, собрали определенную сумму и через три года решили вернуться в Молдову и вложить деньги. Полгода человек прожил здесь, собрался и уехал обратно. Мы действительно, не работает здесь государство, мы теряем граждан, мы теряем инвестиции, мы теряем молодых специалистов, как будто после себя оставляем в выжженное поле. Я думаю, это происходит из-за того, что все смотрят принт-призма, как это, через того, чтобы что-то получить. Именно кэшем. И меня это пугает, потому что у меня не было в стране 12 лет, я приезжала в командировку, но такого бардака не было. Извините, со словом. 12 лет назад. Ну нет, вообще, вот я три года была, даже три года назад, по-моему, не было. По-моему, после того, как убежал этот Плохотнюк, я не могу понять, почему его отпустили, почему до сих пор он на свободе, а почему его, ну, то есть он ни к чему не привлечен, никакой ответственности. По-моему, народ просто до того, вот эта система, она работала, они привыкли с этим, с наличкой работать, что тяжело будет собрать обратно видение и поменять менталитет, что можно по-другому работать. И, конечно, вот эти государственные органы, они не функциональны, они не исполняют свои обязательства. Не тот анре, не тот консилик конкуренции, между того, чтобы они думали, как этот монополий или там сговор, картельный сговор его убрать, они толерируют, они исполняют. Потому что их поставили по партийным линиям, а не по профессионалу. Если это исчезнет, то, конечно, это потихоньку имеет право на жизнь. Это я не говорю, что, опять же, политическая воля, если будет политическая воля, сказать, стоп, давайте за дело, мы докажем, что можно, то тогда это имеет право на жизнь. По вашему мнению, будет ли такая политическая воля? Я надеюсь, что она есть и будет. Потому что, в конце концов, мы должны понять, что нет шансов дальше на выживание. Понятно. Маргарет Эчча сказала, когда характер проявляет женщина, про нее говорят вредная баба. Когда характер проявляет мужчина, про него говорят отличный парень. Марьяна, я хотела спросить, вы вредная баба или нет? Ну, я, во-первых, не баба. Я цитирую Маргарет Эчча. Само собой. Я не вредная, я открытый человек. У меня с коммуникацией все в порядке, я не закрытый человек, я не искусственный человек. Самое главное, что в политике ты должен быть открытым и соответствовать действительности. Потому что, если там начнешь у себя строить, не знаю, ведьмой, да, или, не знаю, какой-то такой, да, вот суровой женщиной, это не поможет в политике. Именно для женщин, успешных женщин, я считаю, что, во-первых, помогает то, что уметь балансировать вещи и смотреть позитивно на все вещи, ставить конкретные цели, быть оптимистичной. И самое главное – это цель апчуня. Это, да, ну, я не знаю, как это восприятие, вот такое, как бы, да, воспринимание. Осознание, понимание. Осознание, понимание и компромисс. В любой семье женщина должна найти компромисс. Для любого мужчины, плохого, хорошего. Если компромисс, он найден в семье, как бы, и в отношениях, в человеческих отношениях, тогда, ну, я думаю, что все политики понимают, что политика без компромиссов не бывает. Самое удобное – это критиковать, но это для оппозиции. Но оппозиция, опять же, это роль оппозиции. А достичь чего для блага народа должен быть компромисс. В университете я преподаю политическую коммуникацию. У меня студенты часто спрашивают, как быть хорошим политиком. Я всегда говорю, что учиться искать компромисс. Если хочешь, чтобы было что-то сказано, попроси об этом мужчину. Ну, если хочешь, чтобы было что-то сделано, попроси об этом женщину. Я намеренно не скажу, кто это сказал. Марьяна, я вас благодарю за программу. Большое вам спасибо. Разговор действительно был продуктивный и очень интересный для меня. Я надеюсь, для наших зрителей тоже. Спасибо за приглашение. И, конечно, я извиняюсь за то, что мне еще тяжело на русском. Я думаю, все-таки еще на английском. И у меня как бы нет проблем с языками. Но, конечно, я еще раз благодарю вас. И надеюсь, что для нашего избирателя будет более понятно, если они готовы еще дальше терпеть вот эту ситуацию. и дать свой голос 11 июля за справедливость в этой стране и за то, чтобы все-таки закон был одинаковым перед всем. Все перед законом должны быть равны. Спасибо большое. Все будет хорошо. Ну, вот такой получилась у нас беседа. Я надеюсь, она вам понравилась. Я благодарю еще раз нашу гостью. Благодарю наших зрителей. Желаю вам всего самого наилучшего. Оставайтесь с нами. Все самое главное впереди. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok